Очень сильно влияние Европейского Союза в Республике Молдова. Власти идут на всякие нарушения законов для того, чтобы удержаться во власти. Мы знаем, что в закрытии десятка каналов, уже к сотне продвигается закрытие сайтов, благодаря так называемой борьбе с пропагандой. Хотя, по большому счету, сегодня каждый житель автономии имеет возможность это все посмотреть на интернет-пространстве при помощи VPN и так далее. Зачем они это делают? Для того, чтобы кому-то понравиться? Думаю, что неправильно. Если мы себя считаем демократическим государством, то у людей должна быть возможность получения той или иной информации. Ну, у этой проблемы, в общем, я не являюсь сторонником, чтобы вы понимали того, чтобы ограничивать средства массовой информации в работе, независимо от той позиции, которую они продвигают. Но у этой медали тоже есть две стороны. Потому что, когда мы понимаем, что в России было сделано в законодательстве все, в том числе для ограничения неугодных СМИ, и сегодня точно так же там блокируются определенные сайты и создаются условия, когда некоторые редакции должны выезжать за пределы Российской Федерации, то, наверное, не совсем корректно говорить о том, почему в Молдове есть зеркальные действия, такие же, как касаются... Ну, ни один молдавский сайт и ни одно телевидение не пострадало на территории Российской Федерации. Ну, потому что вы можете себе представить ситуацию для того, чтобы какой-то молдавский канал, например, Молдова-1, вещается на национальном уровне в Российской Федерации. Мне сложно представить такой вариант, да? И думаю, что вам тоже. А у нас российские каналы федеральные имели национальное покрытие. Скорее всего, как бы, ну, есть определенные нюансы в этих вопросах. Но это проблема. Но думаю, что нужно смотреть в том числе... Нет, ну, проблема не в этом заключается. Проблема в том, что за мои деньги, как налогоплательщикам, государство выбирает, что мне смотреть и куда мне заходить в интернете. За мои деньги я оплачиваю фактически вот это вновь созданное агентство, там, Патриот, как оно там называется. И они не будут диктовать, что мне смотреть. Но это, я думаю, что некорректно. За мои деньги... Но я не знаю, читали ли вы те поправки, которые сейчас испоком предлагает закон о телерадиовещании, потому что буквально позавчера было анонсировано, что народное собрание будет организовать публичное слушание, но там эти поправки ничуть ли не отличаются от таких же моментов. Там исполнительная власть предлагает взять под контроль не только все СМИ в Гагаузии, но в том числе интернет-СМИ. Для меня как бы остается вообще большим вопросом, как власти Гагаузии смогут это обеспечивать, даже с точки зрения технических вопросов. Но такая инициатива тоже есть и в Гагаузии. То есть чем тогда вот нынешние власти автономии будут отличаться от... Ничем абсолютно. И они до сих пор ничем не отличаются. Что в Республике Молдова, что сегодня в Гагаузии, к власти пришли бизнесмены. Бизнесмены. Это люди состоятельные, которые кроме личных инициатив, они больше ничего не рассматривают. Редактор субтитров А.Семкин